Продолжим грамматический разбор Суры «Аль-Аляк» «Сгусток крови». На прошлом уроке мы говорили о глаголе «Ра» и его фаале «Атта» в аяте «Ара-Айта лиды янха» – виды ли того, кто препятствует, запрещает и т.д. В тафсирах, а также в книгах по грамматическому разбору Корана, ученые приводят, что глагол «Ара-Айта» здесь в значении «Ахбирни» и что когда этот глагол бывает в этом значении, он бывает переходным к двум прямым дополнениям, где второе дополнение бывает выражено вопросительным предложением как приводит Ибн Хайян в своем тавсире. Значит, мы должны найти здесь два прямых дополнениям этого глагола, согласно более правильному мнению, высказанному Ибн Хайянам. Следует отметить, что есть и другой вариант грамматического разбора, приведенный автором тафсира «Аль-Кашаф» Аз-Замахшари, вариант которого Ибн Хайян посчитал слабым, приведя на это свои доводы. Итак, «Аль-Лиде» — это у нас первое прямое дополнение для глагола «Ра-Айт» «Аль-Лиде» — это «Исман маусулин» относительно «Месмене» «Мабня Аля Сукунин» с неизменяемым окончанием «Сукунин» на конце, «Фимахалли» «Насбин» на месте паджа на спинительную паджа. «Ян-Ха» — это «Фиулин мударин» — глагол «настоящего будущего времени». «Марфулин» — поставлен в состояние норов изъявительное наклонение, «Почему ли таджар рудихим на насубе он джазм», так как он свободен от амину от факторов насба и джазма. «Воаламут рафа и признак в состоянии рафа этому глаголе «аддамуты мукаддарату аля ахири» — скрытое подразумеваемое «дама» на его конце. «Уфаулин» и «фааль» действующие лицо это «дамирон мустотрумфиихи джавазин», скрытое в нем в допустимой форме меслемене «такдиру Хо-хуа», которое выражено меслеменем «хуа». «Воалфиулин маа фаали» глагол «янха» со своим фаалем светое «джумлетун фаалетун» глагольное предложение. «Сылят аль-маусуле» является предатком, предаточным предложением для относительного меслемене аль-лядзим. «Ла махалла ла хаминал ираби» не имеет места в падеже. «Абдан ида салла» то есть препятствует рабу, когда тот молится. «Абдан» — это «мафоль бихи» — прямое дополнение к глаголу «янха». «Мансубан» поставлен в состоянии звенительной падежи глаголом «янха». «Абдан» — это «зарфа заманин» — обстоятельства времени, обстоятельства, обозначающие будущее время. Здесь, в данном случае, «ли муджарати» не является условным именем, то есть не требует ответного предложения. «Ла яхтажу хана» или «джаваби шерты». «Мутаалликун мьянха» состоит смысловой связки с глаголом «янха» в махалле «насмин» — «иза» на месте падежа «насминиттену падежа», так как это «зарф». «Иза» является мудафом первым членом изофятной связки, изофятного сочетания или, скажем, изофятной конструкции. «Айва мудафы лихи» — это глагольное предложение «салла». Итак, «салла» — это «фиулин мадан» — глагол прощающего времени. «Мабриму аляль фатхи лмукадри аля ахрии» — с неизменяемым окончанием, с подразумеваемым скрытым над окончанием фатхи. «Манаамин аль-зухури хатта адзуру» — проявиться фатха здесь помещала невозможность проявления любой огласовки над алифом, то есть то, что алиф не принимает никакую огласовку. «Уфаэль» и «уфаэль» действующие лицо — это «домирун мустатрин фиихи» — «джавазин», скрытый в нем в допустимой форме местомения «такдыру хуа», которое выразено местомением «хуа». «Вальфиулин маа фаэль» — глагол «салла» в месте со своим фаэлем, все это «джумлятун фаэльютан» — глагольное предложение. «Фи махалли джарин» — на месте паджа джар родителю паджа «мудафы лихи» — лихида, является вторым членом второй части изофятного сочетания. Оставилось указать на второе прямое дополнение глагола «ра». Мы сказали, что «аль мафуул и лауль» — первое прямое дополнение, это у нас «относительный мисминь альдзи». А второе дополнение «аль мафуул и тхани» — это у нас будет «аль джумляту листифхамияту фил айта ра би'ата ашрата». Это будет вопросительное предложение, упомянутое в 14 маяте, то есть «алям я'лам би анна Аллаха яра». Разве не знал он, что Аллах видит, то есть видит то, что Он вытворяет или совершает. Как мы видим, второе дополнение, второе прямое дополнение глагола «раа» здесь является, то есть «аль мафуул и тхани» — второе прямое дополнение это «джумляту листифхамид» — вопросительное предложение, как сказал Ибн Ухайян, рахима Аллах. Он привел много примеров или доводов того, что вторым дополнением для «ар айты» бывает только вопросительное предложение. «Ла икун ал мафуулу الثани» — «хона» — «илла жумлятан фиалиятан» — «жумлятан истифхамиятан» — как, например, «а фараэйтум ма тумнуон», потом дальше приводится «а антум тахликунаху амнахну лхаликун». Другой пример. «А фараэйтал лидзи кафара би айятина ва калал ла утаянна ма лу ва валада» — «дальше говорится «ат талалал гайби» и «до конца айта». Тоже «а ит талалал был восстановлен», то есть вопросительное предложение тоже. В другом примере. «А фараэйтал лидзи тавалла ва а'таа калилу ва акда» — «дальше приводится «а индаху» — «илму лгайби» и дальше. Остановимся на этом, иншалу продолжим на следующем уроке. «Валлаху а'лам»